Псалом 76. Начальнику хора и дифумова. Псаломосафа. Глаз мой к Богу, и я буду взывать. Глаз мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседуюсь с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество Своё среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды. Видели Тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, истезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона. Псалом 77 Учение Асафа Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Сыны Ефремовы, вооруженные и стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цуан. Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем ввел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. И скушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морский птиц пернатых, поверг их среди станы их, около жилищих, и они ели и пресытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых не зложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своему лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал всей ярости Своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне, и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цуан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы сжалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикаморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствия, посольство злых ангелов. Уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стада, пустыню. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колены Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в селоме, скинию, в которой обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих. И от даящих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Псалом 78. Псалом Асафа Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, и Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих, зверям земным. Пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царство, которое имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лице Твое стинание узника, могущество мышцы Твоей, сохрани обреченных на смерть. Седмикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой, и Твоей пажите овцы, вечно будем славить Тебя и в род и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79 Начальнику хора На музыкальном орудии Шошанни Медуф Псалом Асафа Пастырь Израиля Внимли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя пред Ефремом и Вениамином и монастеею воздвигни силу Твою и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лице Твое и спасемся. Господи, Боже, сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже, сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божие. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее? Так что обрывают ее все проходящие по пути. Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже, сил, обратишь же, призрись небо и воззри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница Твоя и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Божий сил, восстанови нас, да воссияет лице Твое, и спасемся. Псалом восьмидесятый Начальнику хора на гевском орудии Псалом Асафа Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова, возьмите Псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с Псалтирью. Трубите в Новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, я избавил тебя, из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал глаза моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству, сердце их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их, и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а ее благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы. Притчи Глава 16 Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Придай Господу дела Твои, и предприятия Твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Начало доброго пути делать правду. Это угоднее пред Богом, нежели приносить жертвы. Ищущий Господа найдет знание с правдой, истинно ищущие его найдут мир. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдой, нежели множество прибытков с неправдой. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Приятный царю уста правдивы, и говорящего истину он любит. Царский гнев вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных уклонения от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его источник жизни, а ученость глупых глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым, и умножает знания в устах его. Приятная речь сотовый мед, сладка для души, и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Трудящий сотрудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего, и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы совершает злодейство, он печь злобы. Венец славы седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа.